Доброго времени суток, сегодня мы сделаем видосик на Зал Героев. У нас еще пока четверг, не пятница, поэтому фармить я и не могу, мы перейдем просто в монстры. Да, у нас идет еще розыгрыш аккаунта, заходите в телеграм-канал, вот в самом низу идет розыгрыш аккаунта, либо пролистайте чуть выше, если я уже добавил какие-то новые посты. Читайте, участвуйте, поучаствовать может любой, и вот закрепленная надпись, запись, в которой вы можете поучаствовать. Также у меня присутствует ночной фарм на аккаунте, кому нужен ночной фарм, на гиганта, походить дракона, некроманта. То есть пока вы спите, я на вашем аккаунте фармлю все, что угодно, кроме не отбиваю ГВ, не отбиваю захват. Весь Кайрос фармлю, ну если вы там что-то фармите, дыру измерений могу вам фармить, то есть либо босса, либо там второй вейк какой-то персонажу, либо чудовищ могу вам фармить, даже гидру и так далее. Обращайтесь вконтакте, в вайбере, либо в телеграме, все ссылки есть в описании. Да, пишите, не стесняйтесь, по любым вопросам вконтакте. Ночной фарм и все остальные услуги. Да, если вам нужно собрать куда-то одну пачку, вам не нужна полная консультация по вашему аккаунту. Вам нужно собрать пачку на, не знаю, 12-го некроманта, или на 12-го гиганта, или на 10-го гиганта. Вам нужно собрать пачку на чудовище огня, у вас с ним проблема. Обратитесь вконтакте, в телеграме или в вайбере, я вам соберу точечно куда-то одну пачку. Запишу голосовое сообщение, и вы будете знать, какую пачку вам построить. Обращайтесь, не стесняйтесь. Так, мы сегодня поговорим про эту звезду нашу, которую нам пытаются пропихнуть в зале геморроев. Да, вот эту вот подруженьку. На нее классный костюмчик, на нее даже 2 или 3 костюма, так что можете все подобрать. Поговорим о ее скиллах, вообще определимся, где она понадобится и где она не понадобится. У нее достаточно хорошая база по хп и по атаке, и по броне, то есть она более-менее сбалансированная, как и все ее семейство. То есть, насчет статов я бы не жаловался, тем более сейчас можно пробустить это артефактами, если вам не хватает там защиты, либо хп, уж точно не проблема. Привет, Дмитрий, хорошего вечера. Так, пройдемся по скиллам. С первого скилла, у них, кстати, скажем так, уникальное семейство, у кого-то какой-то там скилл апается. Ну, в основном у них апается первый скилл после того, как вы их эвейкаете. У кого-то там добавляется вампиризм, у кого-то там какие-то дебафы, вы поняли. То есть, каждую рассматриваете. Это необычное семейство, у которых там, грубо говоря, первый скилл у всех одинаковый. Нет, у них разный. Что делает она при эвейке? Так, три раза атакует, как и все, это понятно. При каждой атаке есть 30% шанс сделать врага неизлечимым. То есть, она кидает крест на два хода. Теоретически, где это полезно, везде, где вам нужно не дать врагу хилиться. Извиняюсь. Или какому-то боссу. К примеру, на Гидре. Ну, я не знаю насчет Гидры. Сейчас я выскажу. Буквально, если бы это видео вы посмотрели бы, наверное, месяц или... Ну, не месяц, наверное, месяца два назад. Я бы сказал, ребята, на Гидру зайдет, как дети в школу. Сейчас не имею права это сказать, потому что вы даже в старом гайде моем можете посмотреть. Там я говорил, да, на Гидру покатят все дела, но время меняется. Не мнение мое меняется, а игра меняется. Следовательно, под игру нужно и менять информацию. То есть, быть, скажем так, в тренде. Ага. Пройдемся дальше по скиллам, а дальше уже в совокупности мнения. Похищение души. Бросает во врага частицы души божьей. Останавливает свое здоровье в объеме нанесенного врагу урона. Неиспользованное здоровье превращается в щит, который действует в течение двух ходов. Приведу вам пример. Три хода КД. Если ваше ЧАМИ или ваше там АРАН или еще кто-то, там этот подобный скилл есть у некоторых из них, вы бьете и этим скиллом, ну давайте на 50 тысяч. Вашей ЧАМИ не хватает 5000 хп. То есть, у вас там, неважно сколько хп, у вас какой-то моб, часунка какая-то, два раза ударила по 2500, вам снесли 5000 хп. А ваше ЧАМИ ударило на 50. Вы хильнетесь на 5000, да? Ну, будет показываться в эффекте, что вы, по-моему, хильнулись на 50, я точно не знаю. Неважно, вы отхилите 5000 хп, а купол, который будет висеть над вашей ЧАМИ, он будет равен 45, сука, тысячам. Каждый так подумал, это дохрена, да, это дохрена. Это покруче зачастую, чем у Дафниса. Вообще неплохо так, да? А если ваше ЧАМИ на чудовище, допустим, Тьмы ударит этим скиллом на 200 тысяч, то понимаете, да, два хода вас это чудовище, ну, ну, никаким чудом просто не пробьет. Просто, ну, вот, ну, невозможно. Даже если бы на вас раскол, наверное, висел. Ну, 200 тысяч купол пробить, это ж трындец, да? Но, это пока еще цветочки, ведь у нее третий скилл очень неплохо сочетается со вторым, ну, да и с первым как бы неплохо. Третий скилл. Этот скилл переделывали на моей памяти три раза. Сейчас довели просто до оргазма, наверное, этот скилл. И КД опустили. Ой, господи, раньше полное говно был персонаж. Я не говорю, что сейчас она божественна, но все же она неплоха. Раньше ее из-за КД не качали. Так, отнимает, снимает с себя все дебафы и возрождается со 100% здоровьем. Здесь понятие возрождается, я считаю, что нужно было бы, ну, как бы объяснить. Она не воскрешается. Вообще ни разу. Этот скилл нельзя, скажем так, законтрить каким-то демоном или еще кем-то. Ну, вы поняли. То есть, это не контрится. Я не знаю, зачем здесь написано в русской локализации возрождается. Ну, типа, с нее сделали что-то типа такого цветочка, который перерождается, и она готова дальше наваливать пиздюлей. Вот как ее попытались, скажем так, описать, описать. Это частично правда, но я же говорю, вот, если так читать дословно, возрождается. Типа, она еще воскрешается? Нет, ни хера она не воскрешается. В общем, она полностью отхиливается. Вы этот скилл можете юзать, даже она, если вы встретите в защите где-то, она этот скилл будет юзать. Не важно, висят на ней дебафы, не висят. Фул у нее хп или не фул, она его юзает чисто ради того, чтобы получить стаки. С одной стороны это хорошо, с другой стороны это плохо. Ну, хорошо это где? Не знаю, если вы случайно поставили на ГВ на авто, наверное, в этой ситуации это хорошо. А плохо это в ситуации, когда ты на нее нападаешь где-то в башне, и ты ее не смог заморозить, застанеть. Да, эта звезда отхиливается на фулку. На фулочку, да. И при этом, смотрите, при использовании этого скилла, перевоплощения, сила атаки и защита повышаются на 50%. Этот эффект суммируется 5 раз. А теперь посмотрите на откат скилла. Раньше этот скилл был 6 ходов. После этого сделали 5. Потом добавили еще и защиту. Я не помню точную последовательность, но вы поняли. Потом сделали еще меньше кд. Посмотрите, 7 ходов при непроточенных скиллах. И 3 хода всего лишь, Карл. 3 хода. И она получает стак и полностью отхиливается. Я сейчас просто приведу примеры, где она теоретически, где она и как себя может проявить. В какой, допустим, ситуации. Может быть божественная. Это жестко. Так вот, 5 стаков. Откуда берутся эти 50%? Давайте в сумме считать. Вы получили ей каким-то чудом. Но на ГВ на захвате вряд ли вы и успеете сделать 5 стаков. Разве что у вас в пати будет какой-то персонаж, который будет давать ей ход. Типа Канами, Козлика или еще кого-то. Или просто будет ускорять вашу Чами. Или она будет божественно прокать Виолентом. Да, ну и такое типа бывает. То она может, ну 3-4 может стака она получит. Ну, возьмем, к примеру, 5. 250%. Берем ее базу. Она у нее приблизительно там, по-моему, 800. Сейчас посмотрим. Вот. У нее база 747, как Боинг. И ХП. То есть у нее неплохая база по ХПшке. И по броне. База по атаке не самая лучшая. Но это тоже можно грамотно обыграть. Так как у вас есть пассивка, правильно? Ну, такой, некий стаки, скажем так. И да, если она воскрешается, придется заново забивать ей стаки. То есть если вы ее будете воскрешать. 250% от атаки. Берете 747. Да, вот легко. Берете 747. Умножаете на 250%. И вы получаете... Ой. 747 плюс 250%, извиняюсь. 250%. Вы обретаете ей на халяву. На 5 стаках. Тысячу. Сука. Округлим. 900 атаки. Такое ощущение, будто вы и поставили комплект Фатала. Еще и зарядили его плюс 15 и гидры обточили. Просто так. А теперь представьте, что у вас. У вашей Чами. Ну, давайте возьмем полторы тысячи атаки. Еще плюс 1500. В совокупности, да? Ну, можете отнять там 747. То есть у вас будет 3500 атаки у нее в плюсе. Тэшар просто плачет. Вы понимаете? Тэшар рыдает где-то там. То же самое насчет брони. С броней будет не так эпично, но вы можете ей добавить полторы... То есть тысячу там 200 где-то того брони. Вы представляете, как в какого она превращается жирного танка и дамагера? А теперь мы вспоминаем ее второй скилл. Вначале вы можете им в раскол под бафом атаки ударить на тысяч там 50. А теперь добавьте 5 стаков. То есть это вырастет на сколько? Наверное, в 2 раза. В общем, вы поняли, да? Это жестко, короче. То есть если так ее настакать, она превращается в сатану, который, знаете, на кого похож? На некого Тревора, которого ты не можешь быстро слить, вроде персонаж говно, но блин, когда он играется на этом балансе со своим вампириком, это раздражает. Да, ей тоже можно теоретически поставить вампирик, но я не вижу смысла. Я ей рекомендую поставить что? Во-первых, контратаку комплект ей must have. Она с этих стаков, с контратаки, понимаете, да, будет неплохо наваливать. Еще и крест накидывать. Не самый лучший вариант, но пускай будет. Виолент, контратака, на ней, мне кажется, самое будет то. Но без Виолента она немножко говном воняет. Ведь вы эти стаки, вы можете зайти в бой и сразу ей сделать один стак. Вот прям сразу, если она вас быстрая, или вы ее там ускорили, чуть бы не первым ходом. Или на нее могут закинуть дебафы, а она же себя все снимает. Вы понимаете, это самодостаточный ДД, который может затащить катку. Но, кто-то может сказать, Толян, а почему одну чами или эту основную не одеть, к примеру, контратака, комплект дестроя, чтобы она могла затащить любую катку. И, допустим, одеть ей, не знаю, блейд, или еще контратаку, или еще иммунку, или еще дестрой, что-то такое. Короче, еще какой-то комплект. Я согласен, и так можно сделать. Понимаете, если вы хотите с нее видеть прям быстрого, настаковающегося ДД, одевайте обязательно Виолент. Если вы хотите ее использовать на захвате, в тех ситуациях, где вы берете персонажа, который достаточно плотный, я даже рекомендацию дам сейчас, как ее одеть правильно по статам, соответственно, вы ее можете использовать как ДД, который все равно в итоге затащит катку. Ведь она будет крашить ХП через комплект дестроя, и она забьет даже вонючую Рину. Со второго скилла, но точно ее замучает. Хоть на авто ставьте, она ее точно выебет. К бабке не ходи. По-любасу. Теперь по статам. Раз мы можем, скажем так, ей обыграть силу атаки и защиту, тогда что сделать логично? Правильно. Вы можете одеть ее чуть бы не ХП, крит дамага, защита или ХП. Ведь атаку вы и так получите за счет пяти стаков минимум 1800. Правильно? А теперь представьте у вас в плюсе 1015-20 ХП и плюс 800-900 брони, но всего лишь там 800 атаки. К примеру, да? Ну просто там получили бонусами где-то. Но зато эти 800 атаки, вы помните, да? Что здесь еще 1800 скрыто. То есть она изначально максимально жирная, а урон она догонит за счет стаков. То есть она, скажем так, всех догонит. В нужный момент она превратится в сатанюгу лютую. Она в этой ситуации напоминает Лича Водяного, который набирает обороты и в конце с течением всех своих стаков он действительно начинает шатать. Вот кем она будет. Только против каких-то жестких дебаферов она не покатит. Да, она клинсится, но один контроль какой-то плюс раскол ей пиздец. Перна ее не простит с двух ударов, как ты ее не одень. Тут нужно обдумывать, куда ее закатить. Ну так и любого персонажа теоретически перна выебит. То есть понимаете, да? Грамотно ее обыграть, она, уверяю, вам понравится. Тем более лидерка. 40% атаки. Если вы с ней возьмете эту лидерку и поставите с ней фран, представьте фран, насколько будет сильнее хилить. И со второго, и с третьего скилла. А еще и под бафом атаки. Да хоть возьмите под нее фран и белку. Всем атаки 40%, белка раскол, баф на атаку, чами настакалась. Она, блять, просто в сопли раскатает всех. Она с первого скилла у вас будет бить по 1015-3 раза. Тогда я думаю даже больше. В расколы то сильнее. Везде вы можете ее завязать, где нужны эти скиллы. На гиганте, допустим в кайросе, где угодно, я не вижу в ней смысла. Знаете почему? Потому что меняя волну, она теряет стаки. А на гиганте она успеет получить сколько? Ну один, ну может два стака. На гиганте я ее не вижу. Она там нахер не нужна, как и в любом кайросе. А вот везде, где вам не нужно волны менять, где вы чувствуете, что будет затяжной бой, она, скажем так, тот персонаж, который обожает затяжной бой. По типу лича, водяного, даже частично макаки у огненной и прочее. Там немного по-своему, но там тоже атака добавляется. Вот эти персонажи, их там 3-4 в игре, они прям обожают затяжные бои. Когда они набирают себе там 5-10 стака, у кого сколько, да, они прям начинают пуканой раскатывать. Вот я вам ее советую. Она будет херачить шоу-йо-йой. Знаете, чего ей не хватает на первом скилле? Дотов. Она бы еще неплохо бы зашла бы на нового босса светлого. Вообще бы неплохо зашла. Или если бы ей сделали там раскол на один ход. Или раскол на атаку. Ну просто вот эта вот неизлечимость, этот крест. Знаете, какашкой попахивает. Ну не самый это полезный дебаф. Может в каком-то улсе посчитали, если мы добавим сюда даже замедление, это будет типа имбой какой-то. Не знаю. Ну того же Хамона она распополамит, потому что он хилиться не сможет. То есть это постоянный крест на 2 хода. Тем более этот скилл еще точится, видите, 20%. На нее нужно будет так, 4, 8, 12 подруг. Ну одну вы, к примеру, получите. 4 вы получите, теоретически вам фортанет и вы третий скилл заточите. Но второй скилл тоже желательно, конечно, 3 хода откат. Ей же нужно отхиливаться. То есть подумайте, она и со второго скилла хилится. И с третьего хилится. И еще и дебаф из себя снимает. И урон настакивает себе. Ей знаете, чего только не хватает? Чтоб она кидала раскол с первого скилла на броню хотя бы на 1 ход. Я вам гарантирую, это был бы лучший самодостаточный ДД в игре. Один из лучших. Она мне в этой ситуации напоминает панду ветра. Конечно, не будем особо их сравнивать, но у панды есть и лидерка полезная. И раскол. И жирная сама по себе панда. И хильнуть может себя и команду. И контратака, что тоже увеличивает ее продуктивность. В совокупности, панда ветра один из лучших самодостаточных ДД в игре. Который исполняет роль и ДДшки, и Танка, и небольшого подхила команды, полу саппорта. И того моба, который может затащить чуть бы не любой бой. Чами, конечно, в этом плане, ну естественно проигрывает. Не будем лукавить, она во-первых 4 звезды. Да и у нее немного не тот класс. Она атакующий класс, больше, скажем так, люлей по-быстрому навалять. Но по-быстрому не получится. То есть ей нужны стаки. Поэтому если вы ее правильно обуете, обыграете, она наверняка вам много где понравится. Это не сраная Натали, убийца, блять, светлая, кусок говнища и прочее. Чами она могет. То есть может вы ее заюзаете, но потом вы ее редко будете юзать и по этой причине вы ее разденете. Но уверяю, те кто ее оденут и, скажем так, протестят, она вам понравится. Как говорится, даю официальное добро. Вряд ли ее сделают хуже. Я не знаю, как ее пропустить. Первый скилл на раскол. И она просто сладенькой канхлеткой была бы. В общем, рекомендация. Ей я могу как персонажу 4 звезды светлому поставить, наверное, 9 с 10. Вот десятка была бы, если бы здесь хотя бы раскол на один ход. Хотя бы. Или метка. Да. Или метку хотя бы на один ход. Метка или раскол сошло бы. Раскол, конечно, всегда круче, чем метка. Вот. Но все же. Почти всегда. Да. Это было бы прям зачет. Совокупность скиллов божественна. Я вам гарантирую. Персонаж неплох. Но мне нужен он или нет, я, конечно, печален. Хотя, что бы мне дали? Ирис? Или еще кого-то? Самурая бы мне светлого дали? Иди пожуй говна, как обычно. Конечно же, нет. Но в любом случае, на безрыбье и рак рыбы пускай покатит. В общем, фармите, юзайте, рассказывайте в комментариях, где и как она вам пригодилась или нет. Давайте крутаним барабашку. Я сейчас посмотрю, сколько у меня этих лис, лисиц есть. И есть ли у меня кто-то из них в этом призывалке. Сейчас посмотрю. Так, сейчас я вам секундочку заценю. Так, у меня, кстати, свитки. Мы башню 15 числа. Я не знаю, будем проходить или нет. Но после того, как башню пройдем, я все свитки открою. Я хочу уже... Ну, не то, чтобы накопить. Чуть-чуть, чтобы скопилось. Сейчас посмотрим, сколько у меня этих подруг есть. О! Смотрите. Их же можно еще частично купить в этом. На ГВ на захвате они продаются. Поняли, да? Вода, огонь продаются на ГВ захвате. Ветер не продается, потому что в Гексе. Поэтому вот, у меня две штуки уже есть. А темные, по-моему, я их всех скормил. Я не помню, был на них. На темную был точно зал героев, но я, по-моему, их всех сажал. Смотрите, сколько говна, да? Нет, нету. Ну, две штуки есть. Сейчас посмотрим на складе. Так, оно по типу, да? Типа по типу. Так, если пропущу, скажите. Нам нужны лисы, лисицы. Так, вроде еще не пропустил. Одна у меня на Гидре используется, огненная. Так, вот. Я не знал, что она у меня на складе лежит. Я забыл. Ладно, я пьюсью, наверное, бы не качал. Но, как говорится, после всего того, что я раскачал. Чатик, будем делать ее или нет? Хотите увидеть ее? Так, короче, если что, она одна есть, еще пять штук я призову. То есть, нам нужно двенадцать, да? То есть, осталось еще семь наковырять. Так, шесть. Пять. А это у меня на Гидриде используется. Пять. Еще две. Так, три. То есть, мне нужно, если что, еще три штуки либо сгексить, либо выбить. Ну, вы поняли, чтобы прям был фулл скилл. Я не знаю, буду ли ее делать или нет. Но, вот, если что, уже есть. Можно будет ее перевести таким же, как она. На четыре, а потом на пять звезд. Сэкономить корм. А это? О, можно будет вот эту звезду ей скормить. Тогда останется две. Я ее раскачал чисто для тестов. А, она мне выпала эвейкнутая. Я ее не качал, не эвейкал. Да, она мне эвейкнутая выпала, поэтому я ее для тестов всяких там боевые духи одевал. То есть, получается, мне нужно только две. Сейчас я посмотрю, хватит ли мне их сгексить. Сейчас, если на гекс хватит, то не люблю, могу без фулл скилла взять. Так, а лиса, где она там? А ну, тестим. Так, фурия есть одна. Вторая. Короче, фурии хватает. А мазу... Прям таки просятся, да, чатик? Посмотрите. А одна калли. И эта калли у меня номер... Я на вот этом аккаунте бью калли уже год, хочется сказать. Два дня я бью вот эту вот сраную локацию. Вот. И не выпал ни один трехзвездочный моб на хейле. Я сейчас попробую еще на боссе. Вон, Шенон перевел. Верат выпал вчера с одного свитка. Ну, то есть, стандартное развитие новичкового аккаунта. Верат есть, да. Так, значит, мне нужно вот этих элементарий надолбить. Твою мать. Сука. И птичек надо будет с газет подобывать. Либо в магазине купить. Значит, мне нужно две или три элементальки. И две или три птички. Просится, чтобы сделал. Да, ты видишь, как просится. В общем, вы поняли. Не знаю, комментируйте, пишите, хотите ли вы видеть ее в действии, как новую игрушку на говенозахвате. Теоретически, она станет 242-м шестизвездочным мобом. Господи, когда-то вы услышите число. Она станет 385-м шестизвездочным мобом. Все-таки, нормально, это же Рогис. Все. Жду всех вечером на стриме. Ступайте в наш телеграм-канал. Выигрывайте аккаунт. Выигрывайте ночной фарм. Кому нужен ночной фарм и любые другие услуги. Собрать куда-то пачку. Пишите мне вконтакте, в телеграме, в вайбере. По любым вопросам, по любым услугам. Обращайтесь вконтакте, в телеграме, вайбер. До встречи в чатике вечером. Жду вас вечером. Заходите, пишите. Аракис. Привет. Я у тебя давно не был. Или привет, и у тебя первый раз. Пока-пока.